МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Решательство правоохранительных органов, непринятие органами местного самоуправления мер по организации уборки улиц, дорог, сбору и вывозу бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок. Вместе с тем, во многих регионах нашего округа накоплен солидный опыт работы по благоустройству территорий, подчеркнул заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев. Глава ЧВАШ Михаил Игнатьев рассказал об опыте участия в федеральной программе формирования комфортной среды, о благоустройстве, инициативном бюджетировании, о повышении экологической безопасности за счет использования новых технологий, утилизации твердых коммунальных отходов. Конструктивное взаимодействие с органами прокуратуры, принимая меры прокурорского реагирования, работая взаимодействием с органами государственной власти, с органами местного самоуправления, мы в последние годы добиваемся существенных результатов. Вот это очень значимо. В отдельных случаях меры прокурорского реагирования очень дают хорошие результаты. Подробнее о работе форума мы расскажем в понедельник в программе «Республика». Бульдозеры грязи не боятся. Это доказала и прошедшая презентация крупнотоннажных машин. Ливень, ветер. Из-за такой погоды трасса полигона стала труднопроходимой. Но для тест-драйва, только что сошедшей с конвейеротехники, это самые подходящие условия. Сбить кубик, который помещается на ладони – задача для ювелиров. Выполнить ее помогает система нивелирования. Такие бульдозеры оснащают системой ГЛОНАСС и электрогидравликой для маневренности. Техника необходима для добычи угля, нефти, газа и дорожных работ. На презентацию пригласили и потенциальных заказчиков. Интерес уже проявляют гости из Сибири. Это техника, которая соответствует нашим требованиям. То есть мы как бы 4 года назад начали с ним сотрудничать. Наше предприятие, да, оно занимается гидро-мывными работами. Это чистый абразив, то есть работа на обводненных грунтах. То есть достаточно тяжелая нагрузка для техники. Интересуются всегда и приехали на этот показ специально посмотреть. Еще раз эти машины – это потенциальные как раз заказчики, покупатели. Это, ну, я думаю, что перспективы самые радужные, я думаю. Глава региона отметил, что у завода наметились большие перспективы. Приехали покупатели, они оценивают, как покупатели, как заказчики, качество трактора, цену трактора, какие качества у любой марки, начиная с Т9, Т25, в зависимости от мощности двигателя. По крайней мере, это говорит о чем? Это говорит о том, что завод работает. Это же здорово, что Чувашский завод промышленных тракторов начинает работать. А раз он начинает и с каждым месяцем, он наращивает свою, кажется, мощь. А мы и стремились к тому, когда строили тракторный завод, говорили так. Завод мы построим, но за счет завода надо город построить. За последние полгода завод «Промтрактор» не только увеличил объемы выпуска бульдозеров. Сокращены долги и по заработной плате. Начиная с августа месяца выплачиваем зарплату уже своевременно, день в день. И долги по зарплате все закрыты. Теперь остается с вашей помощью увеличить объемы для того, чтобы делать новые научные работы, создавать новую технику, достойную технику. В плане на следующий год выпуск более 300 бульдозеров. Такого объема не было на протяжении семи последних лет. Будущее – это запасные части, это сервис, это коэффициент технической готовности нашей техники у клиентов. Если мы обеспечиваем это сейчас, а мы над этим работаем, мы будем продавать второй год, третий год, четвертый и далее. Спрос на новую технику повышается. И теперь у трактора-строителей Чувашии есть все шансы вернуть былую славу. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. С 1 октября в стране стартует осенняя призывная кампания. Только из Чувашии в армию должны отправиться 1300 юношей. Большинство – в сухопутные войска. В Носгвардию 130 человек, Федеральную службу охраны, это вы знаете, в ноябре будем опять отправлять, я вас приглашаю всех на торжественную отправку президентского полка, 10 человек. Ну и сухопутные войска 760, ВМФ 110, РВСН 98, военно-космические силы 220, ВДВ 45. Воинские части центрального военного окра 385 человек. Весенняя кампания показала, что в республике увеличивается количество призывников с хорошим здоровьем. Военный комиссариат Чувашии в числе лучших и по другим показателям. Мы за весну отправили 1359 человек. 279, а это 20,5% ушли ребят с высшим образованием. Поверьте, это очень большой процент на уровне округа. Плюс к этому, значит, 183, а это 13,5, это тоже большой процент. Ребята, которые у нас пошли служить, имея на руках права, то есть ребята отучились в ДОСАВ. Впервые весной в республике набрали призыв из 10 человек в Севастопольскую школу водолазов. Военкомате уверены, что сотрудничество с Черноморским флотом продолжится. Ребята придут уже со специальностью, вот вам уже, пожалуйста, водолазы. Это востребовано, мы на Волге живем, в МЧС и так далее. С профессией уже придет. Ну, диверсант, может, не очень сильная такая профессия, но спасатели, это вполне нормально. В республике становится больше контрактников и уменьшается количество уклонистов. Ребята идут с желанием служить вооруженной силой Российской Федерации. Значит, тут, конечно, изменение федеральных законов, это тоже самое, видимо, подталкивает. С 1 января 2014 года изменение федеральных законов. Те лица, которые не проходили военную службу, не имея на то законных оснований, военные билеты запрещены выдавать. Но те лица, которые, к сожалению, по состоянию здоровья, они на законные основания. Те лица, которые обучаются, у кого двое детей. По традиции, до старта призывной кампании в военкомате проводят методические сборы и награждают лучших работников. А уже на следующей неделе призывникам начнут вручать повестки. Вадим Пачема, Дмитрий Ковалев, Валерий Резюков, Республика. Открытый город снова собрал неравнодушных жителей Чебоксар. На этот раз на вопросы отвечал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. Откровенный разговор о перспективах развития города пришли поддержать около ста чебоксарцев. По традиции, в начале встречи – итоги и планы работы администрации. В этом году столица Чувашии участвует в реализации сразу пяти федеральных программ на сумму более трех миллиардов рублей. Благодаря этому город меняется на глазах. Улучшается инфраструктура, качество дорог, обустраивают сообщественные пространства. Впереди еще много работы. Перед юбилейной датой 550-летием Чебоксар планируется ввести в эксплуатацию 10 детских садов и школу в микрорайоне Волжский-3. Завершить благоустройство залива, Красной площади, Московской набережной. Чебоксарцев эти перемены радуют. Правда, жители Новоюжного района отметили, что необходимо облагораживать и другие общественные пространства. Что касается Бауманского леса, вопрос правильный, актуальный. У нас в муниципальной собственности теперь уже много лесов. Когда было в другой собственности, наверное, с таким чувством собственника мы к этому не относились. А теперь все вместе нам надо эти территории благоустраивать. Вот в этом году, точнее до конца этого года, поставил задачу убрать сухостоя кустарники на территории Гузовской рощи. Но вот в парке кадетов в двух территориях. Самостоятельно мы с этим не справимся. Мы будем вовлекать в эти процессы жителей, близлежащих домов, горожан, для того, чтобы они нам помогли. Будем вовлекать организации, предприятия города для того, чтобы благоустроить эти территории. Получится, потом начнем и Бауманский лес благоустраивать. Но в целом вы правильно отметили, что нет культуры, и огромное количество жителей близлежащих домов приезжает туда и открыто мусорят. Разжигают огонь, оставляют после себя остатки еды, пищевые отходы, бутылки и так далее. Но нам все вместе надо повышать культуру. Вопросы и предложения горожан администрация города начала принимать и на новой интерактивной площадке. Это портал «Открытый город», который доступен абсолютно каждому. Регистрация бесплатная и занимает всего несколько минут. Портал, который называется OG21.ru, на сайте вы его видите, это новая площадка для проведения общегородских и лояльных и локальных голосований по широкому спектру вопросов. Разработали мы его по аналогу активного гражданина в Москве, куда подключились сотни тысяч пользователей. По Чебоксарам эта цифра пока меньше. Количество подключенных горожан 3800. На этой площадке уже прошло 8 голосований. Сити-менеджер предложил горожанам активнее включаться в жизнь города, чтобы всем вместе эффективно решать различные вопросы. С понедельника в Чебоксарах начнется отопительный сезон. 1 октября тепло начнут подавать в медицинские, детские, дошкольные и образовательные учреждения, далее в жилые и общественные здания. Постановление о начале отопительного сезона 2018-2019 годов подписано вчера Алексеем Ладыковым. Подача тепла должна начаться на пятый день, если температура воздуха держится ниже 8 градусов Цельсия. В этом году такая погода установилась с 27 сентября, значит, отопительный сезон должен начаться не позднее 2 октября, считают в мэрии. 29 сентября – День здорового сердца. Его проводят, чтобы привлечь внимание к проблемам, связанным с ростом сердечно-сосудистых заболеваний. К сожалению, кардиологические диагнозы молодеют год от года. Это так, потому что темп, в котором мы живем, он становится все более интенсивным. Нагрузки, которые мы несем, они тоже становятся все более высокими. Мы привыкли уже к тому, что наш материальный уровень, карьерный рост, он как-то должен повышаться. Мы не останавливаемся на достигнутом. В результате обычно большее количество населения работает, занято не в одной какой-то сфере или в одной структуре. Очень много совмещений параллельных работ, ночных работ, дальних поездок. То есть сама по себе нагрузка социальная, в которой человек себя реализует, она стала более плотной. Но вместе с тем мы стали меньше двигаться. В центральной больнице Чавахсар День здорового сердца начали отмечать уже сегодня. Первичную диагностику можно было пройти прямо в фойе. Всем желающим измеряли давление, рассчитывали индекс массы тела. Здесь же консультировал терапевт. Подобные тематические акции проходят в центральной горбольнице регулярно. Однако обследоваться можно и в любой другой день. График работы скорректировали таким образом, чтобы было удобно работающим людям. Мы для того, чтобы организовать профилактические мероприятия, проводим и Дни открытых дверей. У нас есть суббота, День открытых дверей, где молодежь может спокойно подойти и проблемы решить с терапевтом, подойти на обследование. У нас есть вторая смена. До 8 часов врачи общей практики и все узкие специалисты принимают в поликлиниках. Хочется все-таки отметить, что молодежи нужно интересоваться своими цифрами давления, уровнем холестерина и уровнем сахара в крови. И один раз в год обязательно подойти и посоветоваться с терапевтом. Ну и, конечно, необходимо обращать внимание на тревожные симптомы. Если вы перестали справляться с привычной физической нагрузкой, у вас появилась отдышка, началось какое-то давление. Это повод обратиться к врачу и пройти обследование. Ведь кто предупрежден, тот вооружен. 1 октября в Чувашии снова проверят систему оповещения населения. Проверка плановая, сообщает в МЧС по региону. О начале тренировки гражданской обороны известят установленные на улицах сирены и громкоговорители. Предупредительные сигналы «Внимание всем!» прозвучат дважды в 10 утра и в 10.30. Тревога будет учебной. МЧС просит жителей республики соблюдать спокойствие и не прерывать своих занятий. Сигнал «Внимание всем!» является предупредительным сигналом гражданской обороны. Он подается с целью информирования населения об аварии, катастрофе, стихийном бедствии, угрозе нападения противника. Услышав звучание сирен, гудков и других сигнальных средств, необходимо включить радиоприемники, телевизоры и прослушать экстренное сообщение. Полученную информацию требуется передать руководству и коллегам по работе, членам семьи и соседям. С миллиона терзаний начинается новый театральный сезон в Чувашском драматическом театре имени Иванова. Спектакль по пьесе Валентина Катаева у нас ставят впервые. Мы решили сделать эту пьесу, спектакль в водевильном жанре. Уйти от быта абсолютно. И это будет видно и по декорациям, и по костюмам, и как между собой общаются артисты в обстоятельствах. Много пластики, музыки. У Катаева все-таки своеобразный юмор. У него очень тонкий юмор. Понять, найти ключи. В этом юморе была сложность. И чтобы артисты поняли и влились в этот жанр. Вот это самое, наверное, сложное было. Зрители попадают в Москву начала 20 века. Именно здесь живет главный герой-интеллигент Анатолий Экипажев, который нигде не работает. Считает себя начитанным человеком, но путает Белинского и Достоевского. Не отличает гоголевские произведения от тургеневских. Бездумно тратит деньги на скачках и мечтает, чтобы его дочери вышли замуж за достойных мужчин. Водевиль насыщен комическими сценами. Зрители, которые посетили премьеру, остались довольны. Я снова в Чебоксарск приехала. Театр очень люблю. Часто посещаю. Очень нравится. Нравится, как артисты играют. Надежда Зубкова нравится. Хорошо играет свою роль. Ну и все артисты хорошо играют свою роль. Каждый год, когда приезжаю в отпуск в Чебоксары, я посещаю театр, драм-театр, Чувашский драм-театр. Мне нравится здесь быть. Я получаю удовольствие и вдохновляюсь. И чувствую прилив сил. А уже 11 октября в Чувашском драм-театре новый спектакль «Аниса» по пьесе «Колгана». Стоп, снято. Эта команда уже прозвучала на съемках фильма о Михаиле Сейспиле. Последняя декорация Сейспиля. Какой-то благоволил, а вдохновение не покидало. Даже во время съемок самых тяжелых художественных сцен о том периоде в жизни Сейспиля, когда сам он писал «Такая тоска. Ни одного человека, близкого, родного. Я мечтатель, идеалист растяпа. Теперь не живу так себе». Совсем недавно Сейспиль, председатель рефтрибунала, подснежник, твердой рукой направляющий карающий меч пролетариата, сам оказывается по ту сторону закона. Значит, ставите, пожалуйста, заберите фуражку на голод. Кстати, роль следователя исполнил непрофессиональный актер, чебоксарцам больше известный как директор музея Чапаева и руководитель клуба реконструкторов Денис Ситрайкин. В этих локациях мало кто узнает чебоксарский ликероводочный завод с его исторической кирпичной кладкой. Место вообще примечательное. Именно в подвалах этого здания председатель рефтрибунала Сейспиль, обвиненный в организации поджога Дома юстиции, провел несколько месяцев. Под тюремную камеру после долгих поисков подходящего интерьера приспособили бункер гостеля радиокомпании «Чувашия». В идеальной пропорции мрачный и апокрифичный. Мастерство чувашских актеров искренне радует съемочную группу. Детей из театральной студии «Ван Гогов» только гаджеты в руках иногда вырывают из органики роли. Но это за кадром. Вот, 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 это шикарно. С артистом из Чувашского драматического театра, выпускником знаменитого набора «В щепку» Сергеем Ивановым не требуются даже дубли. Впрочем, сам он простой работу в кино точно не считает. Тут уже, как поставлено, не сыграешь. Тут настоящие эмоции нужны, хотя и в театре настоящие эмоции. Но тут совсем с крупного плана снимают. Ты должен в эту минуту, в эту секунду показать, что ты настоящий. В последний день своей жизни Сеспель, впрочем, к тому времени он уже не раз подписывается псевдонимом «Забытый», уходит на работу босой, взяв с собой один ломоть хлеба. Чувашский первоцвет, мечтатель, идеалист и, конечно же, немного растяпа. Он не дошел даже до середины своего жизненного пути. Но это вовсе не означает, что в финале стоит точка. Я думаю, что пока фильм не будет смонтирован, я не смогу ответить на вопрос, каким это будет. Единственное, что хотелось бы мне, чтобы Сеспель был показан поэтом. Именно поэтом. Не трибунам, не революционерам. Чтобы это был человек, наполненный жизненной энергией, которая дает ему путь к осуществлению мечты о свободе Чуваши. Надеюсь, что зрители пройдут с нами этот путь. Пройти этот путь зрители смогут уже в этом году. Премьера анонсирована на декабре в эфирах федеральных и региональных телеканалов. Валентина Поливцева, Сергей Лобода с последней... Ах нет, с крайней локацией. Заставляет еще раз... 107 тысяч созанят пополнили рыбье царство Волги. Мероприятия по искусственному воспроизводству водоема регулярно проводят коммунальные сети города Новочебоксарска. В результате забора воды незначительная часть рыб попадает в водозаборное сооружение, несмотря на то, что на водозаборе установлено рыбозащитное устройство. Каким количеством рыбок надо пополнить ресурсы реки, по специальной методике определяет Нижегородский институт рыболовного хозяйства. В прохладной воде созанятые чувствуют себя очень комфортно и со временем могут даже вырасти до метра. В ближайшие выходные предприятия планируют выпустить еще и мальков стерляди на сумму около 300 тысяч рублей. Мария Шоклева, Бахтияр Велиев, Республика. Выглядеть стильно в любую погоду мечтает каждая представительница прекрасного пола. А если при этом вещь хорошего качества и по доступной цене, это вдвойне приятно. Воплощает мечты в реальность ярмарка верхней одежды «Ермак». Яркие цвета, разнообразные фактуры и внушительный размерный ряд от 42 до 72 размера. Здесь любой может подобрать модель, подходящую именно ему. Наступила холодная пора, пора уже утепляться. Вот у вас тут привезли очень хорошие курточки, очень большой выбор. Разноцветные и размеры, любой размер можно подобрать. Поэтому хотелось бы немножко нарядиться, несмотря на возраст. Нам тоже хочется быть красивыми. Соотношение цена-качество на ярмарке просто идеальное. Здесь цена фабричных вещей от российских производителей не кусается. Зоя Зубарева пришла на ярмарку, как только узнала о ее приезде. Не прошло и 10 минут, а покупательница уже выбрала себе обновку. Меня встретила вот эта здесь продавец женщина, девушка. Встретила хорошо, сразу стала показывать мне курточки, которые мне интересны. И вот, знаете, ну смотрели, примеряли мы много. Дело в том, что мне что-то понравилось именно то, что я сейчас выбрала. Про качество я могу сказать хорошее. Вы знаете, на рынке немножко дороже. Для верхней одежды главное хороший утеплитель. Вещь должна хорошо сохранять тепло, но при этом быть легкой и удобной. На ярмарке можно встретить различные вариации утеплителя. От классического синтепона и пуха до ультрасовременного тинсулейта. Есть варианты и для любителей натурального меха. У нас есть отличные дубленочки, то есть с лазерной обработкой, отделка, натуральная норка. Очень качественные, хорошие модели. Все производится у нас на фабриках, то есть качество очень хорошее. И такая модель, допустим, стоит всего 6 160 рублей. То есть оптовая цена от производителя. Более 5000 моделей курток, пальто, дубленок, ветровок. Каждый здесь найдет себе обновку по душе и кошельку. Все цены у нас оптовые. Например, осеннюю курточку можно приобрести всего лишь за 2420 рублей, а теплый зимний пуховик за 3520 рублей. На ярмарке верхней одежды можно одеть всю семью без ущерба для бюджета. Она работает с 10 утра до 8 вечера, без обеда и выходных. Вас ждут по адресу. Улица Максима Горького, 49. Ярмарка пробудет в столице Чувашии до 31 октября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова